Если человек защищает свою жизнь в пределах необходимой обороны, он должен быть признан героем. На нашем баннере указано, что самооборона это подвиг, а не преступление. Это единственный принцип, из которого должно исходить наше правосудие. Ни в коем случае не репрессивный. Собравшиеся здесь на митинги требуют прекращения репрессивной практики в отношении героев самообороны и изменения законодательства, чтобы граждане, которые подверглись нападению и оказались сопротивлением, могли защищать свою свободу с помощью суда присяжных. Мы требуем, чтобы соответствующие правила были включены в Уголовный кодекс Российской Федерации и каждый мог потребовать суда присяжных для себя. Также мы требуем закрепить в нашем законодательстве принцип «не обязан отступать». Его часто называют принципом «мой дом, моя крепость», когда человек имеет право защищать то, что он имеет, защищать свою жизнь, свою семью, своих детей, и государство будет поощрять его в этом. Ежегодно до двух тысяч случаев фиксируется необходимая оборона, где граждане оказываются неоправданно в тюрьме. Это очень большая цифра. Поэтому наш митинг сегодня обращен к власти. Мы требуем, чтобы нас услышали. На соответствующие подписи мы направим во все органы государственной власти с требованиями справедливого суда и пересмотра правоприменительной практики в области необходимой обороны. Закон должен быть справедлив, иначе наше право на жизнь, которое есть в Конституции, всего лишь декларация. Мы граждане большой страны, и мы не хотим этого. Сейчас с этой сцены к вам обратятся прежде всего родственники людей, которые оказались в ситуациях самообороны. Мне бы хотелось первой представить слово матери самооборонщика Чимито Тармаева Марии Александровне Тармаевой. Пожалуйста. Дорогие друзья, во-первых, я хочу вам высказать слова огромной благодарности за то, что несмотря на время отдыха вы пришли сюда. Значит, гражданская позиция у россиян, с этим все в порядке. По российскому радио выступает член общественной палаты, бывший судья, и говорит, что наказание обвиняемого зависит от юридических знаний, глубины юридических знаний, опыта и практики, человеческого фактора на всех этапах следствия. У следователя, при обсуждении и подписании обвинительного заключения в прокуратуре, и, естественно, последняя инстанция при судебном разбирательстве в суде. И вы знаете, самое ужасное, что закончила она свою речь буквально следующей фразой. Но не забывайте, в какой стране мы живем, в основном и в большинстве случаев зависит от толщины кочелька обвиняемого, от степени родства с высокопоставленными чиновниками, или от указания сверху рассмотреть, как рассмотреть то или иное дело. Вот такое же произошло с нами. Потому что по ходу следствия буквально на всех этапах, при следствии, при обвинительном заключении, в судебном разбирательстве была именно обвинительная позиция. Ну, простой пример. Я просто хочу защитить честь и достоинство своего сына. Поверьте мне, мы очень строгие родители. Мы безумно любим своего сына, но любовь у нас не слепая. И поэтому, когда я разбиралась с ним, мне дали несколько, вот в первые минуты общения, я в первую очередь спросила, ты первый начал? Почему ты не убежал? Он сказал, что я первый не мог физически начать, потому что это была группа, а не смог убежать, потому что был захвачен в коробочку. Так вот, при рассмотрении этого, было везде написано в интернете, пьяный бурят, значит, напал на группу и вот нанес ножевые ранения. Ну, там было вообще конкретно написано, зарезал. Так вот, понимаете, в чем дело? Слово пьяный, я могу вам сказать, вот, чтобы вы знали, уже, конечно, вот, сын уже 17-й месяц находится в заключении, поэтому я уже вам откровенно говорю, потому что тут уже люди, те, которым можно доверить. Так вот, у него было 0,25 промили. Это те самые 0,25 промили, которые обсуждаются на уровне премьера-министра и Государственной Думы, ну, насчет водителей, пьян или не пьян. Вот. А у этих ребят, у двух было сделано медицинское заключение, 1,1 и, ну, вот, вот такое вот. Ну, может быть, наше правительство, российского государства, как сказано, да услышит имеющие уши, да увидит имеющие око. Спасибо большое за внимание, и я думаю, что наша гражданская позиция должна победить. Очень часто ключевую роль играет именно общественный резонанс. Поэтому, действительно, спасибо вам огромное всем, что вы нашли сегодня время в этот теплый день оторваться от своих бытовых забот, чтобы прийти и поддержать людей. На нашем Атаво-Ульяновской области произошел очень страшный случай. Сергей Разумов, это один из людей, освобождение которого мы требуем. Сергей Разумов сегодня сидит в тюрьме за защиту жизни и чести девушки. Он применил травматическое оружие, и на сегодняшний день его дело затягивается уже огромное количество времени. Ему также не был вынесен справедливый приговор. Поэтому наш митинг, в том числе, посвященный ему, я прошу, чтобы вы знали об этом. Вы можете посмотреть дополнительную информацию на сайте нашего движения, в интернете, подписать подписной лист с обращением в органы власти, в том числе и в защиту этого человека. Я прошу вас это сделать. Но многодетная семья из девятерых детей, матери, остро нуждается в нашей помощи. Они остались без кормильца, без отца. Мы живем в мире тотального беззакония. И мы понимаем, здравомыслящие люди, что что-либо требовать от кого-либо, это простое сотрясение воздуха. Напоследок краткое четверостише. Держать удар. Всегда держать удар. Упал, вставай. Опять упал. Не падай. Будь Ванькой встанькой. Это русский дар. Смотри, чтобы не пленила тебя. Падаль. Спасибо. По идее, этот текст должна была зачитывать либо мама Юры, либо жена. Но я друг семьи, поэтому это мой долг. Я вам зачитаю обращение Юрия Некрасова, которое было буквально на днях передано из СИЗО 75-5, где в настоящее время он находится. Потом от себя добавлю пару слов в мое личное к этому отношение. Значит, читаю по бумажке, чтобы не искажать слова Юрия Некрасова, так, как он передал нам. 20 сентября 2012 года ночью на меня и моих друзей было совершено неожиданное дерзкое нападение с применением оружия. Нападающих было не менее полусотни человек. В результате нападения трое моих товарищей были избиты. Один из них взят в заложники. Защищая свою жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье моих друзей, мне пришлось применить официально приобретенное, зарегистрированное на меня огнестрельное оружие. В ходе перестрелки один из нападавших был ранен и позже скончался по дороге в больницу. Мы, как законопослушные граждане, осознавая угрозу, исходящую от незваных гостей, вызвали полицию. Но на своевременную помощь полицейских надежды не было, поэтому я был вынужден обороняться. После того, как налет не удался, и нападавшие скрылись, захватив с собой раненых и заложников, приехала полиция. И вместо того, чтобы разобраться в ситуации и дать ей надлежащую правовую оценку, я был арестован и обвинен в убийстве общеопасным способом и с хулиганских побуждений. Я сразу сообщил сотрудникам полиции о том, что я применил оружие, и о том, что против нас было применено физическое насилие. В нас производились выстрелы из травматического и иных видов оружия. Нам угрожали убийством, а свои угрозы нападавшие сопровождали демонстрацией имеющегося у них оружия и избивая моих товарищей, которые оказались у них в плену. Однако факт нападения, угроза убийством и насильственные действия со стороны нападавших не принимаются следствием во внимание, а большее количество улик и вещественных доказательств до сих пор не изъяты, не приобращены к делу, несмотря на наши многочисленные жалобы и ходатайства. Я нахожусь под стражей более 7 месяцев. Следственные действия с моим участием не проводятся. Доводы, которые я привожу в защиту, остаются без внимания, игнорируются. Через 6 месяцев после происшествия в отношении нападавших было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. На самом деле, участники нападения установлены и опознаны. К делу приобщены видеозаписи с камер наружного наблюдения, установленных на въезде в ГСК «Октябрьский», на которых отчетливо видны лица незваных гостей и их действия по приготовлению к атаке. Несмотря на это, до сих пор никому из нападавших не предъявлено обвинение. Таким образом, возбужденное против меня дело ярко демонстрирует позицию правоохранительных и судебных органов о том, что в демократической России у человека и гражданина отсутствует право на самооборону. Прежде чем обороняться, необходимо получить пулю. И если тебе повезет, ты и после этого останешься жив. Тогда ты можешь обороняться. Такова реальность. Поэтому только объединивши все, мы сможем добиться изменения существующей античеловеческой судебной практики, изменить законодательство, регулирующее право граждан на самооборону, и получить право защищать себя, своих близких, и реализовывать право на жизнь, гарантированным Конституцией Российской Федерации. Право на самооборону – это право каждого из нас. И каждый человек может попасть в такую же ситуацию, в которой оказался я. Право на самооборону неотделимо от каждого человека, как право на жизнь, как инстинкт самосохранения. Юрий Некрасов. Это обращение СИЗО 75-5. В целом, мое отношение к этой ситуации. Здесь абсолютно правильно и грамотно размещены выдержки из статей Конституции. Это общечеловеческие ценности. Независимо от того, кем человек является, прежде всего, он является гражданином этой страны. И право защищать себя, свою жизнь, своих близких, честь и достоинство – это право каждого человека. Оно дается с рождения, оно неотделимо от человека, так же, как право дышать. Очень хочется верить, что лозунги требуемого справедливого приговора найдут свое подтверждение в суде. И на самом деле суд винист справедливый и непредвзятый вердикт. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Сегодня я приехал на этот митинг, чтобы поддержать своего товарища, Юрия Некрасова. По моему мнению, он незаконно находится в СИЗО с совершенно абсурдным обвинением. Убийство совершенно общеопасным способом. Этот человек защищал себя и своих друзей от группы лиц, которые совершили на них нападение. Этот человек, по моему мнению, сохранил здоровье своим друзьям ценой своей свободы. Я считаю, что этот человек, Юрий Некрасов, должен быть на свободе. Он не виновен. Здравствуйте. Я являюсь простым мотоциклистом города Москвы. Здесь я нахожусь, потому что хочу поддержать Юру Некрасова, который известен в мото-кругах как человек, возродивший в меру в Мотобрасе в 2011 году, когда случилась авария на смотровой площадке, и мотоциклист избил довольно-таки обеспеченный человек, который пытался в последствии уйти от ответственности. Юрий Некрасов своими силами абсолютно искренне, не за деньги, а в силу своих собственных убеждений, стал отстаивать права этого мотоциклиста. И таким образом, в том же самом 2011 году была собрана большая колонна мотоциклистов, которая подъехала на Петровку 38 с требованием справедливого расследования, что и стало ключевым моментом в повороте в расследовании этого дела. Виновный был наказан, и парню, который пострадал, так сказать, по закону, было все выпучено, и ему помогло это. Юра Некрасов как бы этим самым и славится. Сейчас этот парень находится в беде. Так получилось, что в 2012 году, в октябре, на него и его друзей в городе Зеленоград было совершено вооруженное нападение членами клуба «Ночные волки», которые приехали расшивать клуб, в котором создая Юра Некрасов. Расшивка по нашему байкерскому, там, мациклетному, и те понятия, да, это уничтожение клуба, это физическое насилие над людьми, срезание их цветов, цвета — это герб, название города, где находятся люди. Во время этой расшивки было применено оружие, о чем свидетельствуют травмы, нанесенные парням, одежда, проколотые техникой, мотоциклы, и следы выстрелов на дверях. Юра был вынужден защищать свою жизнь, защищать свою достоинство, защищать свою честь, свою и честь своих друзей. Так получилось, что мы живем в такой стране, где люди, власть имущие, порой пользуются своим положением в обществе, и в своих, так сказать, корыстных целях. То есть «Ночные волки» известны тем, что их президент, Александр Хирург, Завдостанов, является доверенным лицом нашего президента, Владимира Владимировича Путина. У меня, как у простого человека, не вызывает сейчас сомнений тот факт, что, несмотря на все улики, несмотря на все доказательства невиновности Юрия Некрасова, он до сих пор находится в СИЗО. Сейчас ему поменен уже третий следователь. То есть мне, очевидно, как гражданину страны, как байкеру, как мотоциклисту, «Ночные волки» используют свой административный ресурс. Потому что, опять же повторюсь, никаких следственных действий не проходит. Юра следит просто так. Следствия проходят, да, следствия меняются. Ночных волков не вызывают. Хотя было заведено уголовное дело под, опять же, давлением общественности, мотообщественности. В октябре, ноябре этого года, декабре, было собрано более 500 подписей за справедливое расследование на имя Бастрыкина, на имя президента Владимира Владимира Путина. Как мы видим, сейчас пока это ничего не дает. И это все вынуждает нас, простых людей, выходить на улицу. Выходить на улицу и требовать справедливого расследования. Юрий Некрасов должен быть на свободе. Та статья, которая ему инкриминируется, она не соответствует действительности. Это не убийство из хулиганских побуждений, это самооборона. Были предупредительные выстрелы, были нападавшие, была оборона. Юра, мы за тебя, выходи на свободу. Удачи! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok